Эта трасса не для слабых. В Распутицу ее можно преодолеть только на мощных джипах или на худой конец изделиях Ульяновского автозавода. Но даже опытные водители рискуют загнать своего железного коня по самые мосты. И тогда на помощь приходит дружба. Если, конечно, тоже не засядет рядышком. И это не репортаж с полигона для испытания внедорожников, где отчаянные водилы с риском для жизни преодолевают препятствия. Это, как ни ужасно, обычная дорога, которой пользуются жители Семи СНТ в Новосибирском районе в 30 километрах от областного центра. Больше сотни человек живут там постоянно. Они ездят на работу, отвозят детей в школу, а порой и в больницу. Когда нет дороги, дети вынуждены не посещать школу или детский сад. Если дети заболеют, то мы никуда выехать не можем, соответственно, скорая к нам вообще не приезжает, потому что они и дорогу не знают, даже направление. Когда, если кто-то куда-сюда и знает направление, встречаем возле трассы, например, их и везем до дома. Ну, благо у нас там есть какие-то возможности онлайн врачей и так далее. Но только так. Но экстренно, конечно, сами только до трассы доезжаем. Ее правоту подтверждает председатель СНТ, находящийся неподалеку. Проблемы те же. Дети есть, которые в школу возят. И мы ограничены вообще с дорогой. В зимний период это вообще катастрофа. Весна-осень тоже катастрофа. Вот. Скорая помощь тоже не может. Даже отказываются ехать, потому что за отсутствие дороги. Пытались сделать автобус, чтобы ходил сюда. Но, опять же, из-за дороги отказался. Удивительно, но дороги – это нет перечни дорог Новосибирской области. Есть технологический проезд к насосной станции, которая была построена когда-то для мелиорации прилегающих полей. Когда еще в 1992 году здесь нарезали участки, людям пообещали, что дорога вот-вот будет. И даже были попытки что-то сделать. Но успехом, как видим, они не увенчались. Так люди, которые решили променять городское жилье на свежий воздух и переехать сюда с семьями, оказались отрезанными от трассы. А ведь до нее всего 7 километров. Но каждый километр стоит таких денег, которые заплатить люди не в состоянии. Но даже если бы они у них были, ничего сделать нельзя. Сначала надо оформить дорогу дорогой. И за прошедшие 30 лет, наверное, это было можно сделать. Главный вопрос стоит – землетведение, чтобы провести реконструкцию дороги. Есть варианты проезда через село Морское, но это отдельно. Также надо по развитию внутренней дорог решать вопросы. Мы просим элементарную дорогу, поднять ее в эффективность твердого покрытия, круговичного покрытия. И это ведь не дикий поселок. Все участки оформлены должным образом. Многие собственники здесь же и прописаны. Почему власти, которые позволили появиться здесь довольно-таки крупному поселению, не позаботились о том, как в него элементарно проехать? Теперь доведенные до отчаяния люди решили обратиться за помощью к президенту. Мы, жители села Ленинское, обращаемся к президенту Российской Федерации, к губернатору Новосибирской области и главе Новосибирского района. Просим оказать помощь в выделении небольшого участка федеральной земли под дорогу к нашему населенному пункту. Надо сказать, что реакция последовала мгновенно. Пока со стороны председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, который предложил руководителю Следственного управления по Новосибирской области провести проверку и представить по ее результатам доклад. Теперь надо ждать реакции и от местных властей. Жители надеются, что ждать им будет недолго.